коптить или не коптить вот в чем вопрос конечно коптить друзья если вы любите копченые продукты если вы охотник рыбак если просто вы любите прикоптить что-нибудь то конечно надо делать мангал с печью под казан и коптильным шкафом тем более что есть готовый проект по этому проекту вы соберете данную конструкцию и в коптильной камере горячего и холодного копчения вы сможете приготовить любые виды продуктов размеры коптильной камеры позволяют одновременно закоптить несколько видов продуктов для копчения вы можете использовать щепу разных фруктовых деревьев есть возможность коптить как горячего копчения так и холодного копчения чтобы получить горячее копчение вам надо растопить печь под камерой копчения значит ставим от от дров идет по своему каналу а на плиту под чугунную плиту устанавливайте противень со щепой и этот уже дым от щепы проходит через все продукты и выходит через свой собственный канал таким образом дым от дров не поступает в камеру копчения уходит в отдельно то есть со своими всеми вредными веществами а вот именно чистый дым от щепы поступает в саму камеру заполняет и все продукты получаются горячего копчения очень высокого качества то есть вы сами самостоятельно контролируете весь ход копчения вы не допустите примесей всяких вредных веществ как делаете холодное копчение в данном проекте растапливаете печь под казан в этой печи под казан вы устанавливаете противень со щепой и на углях вам только надо следить чтобы это щепа не загорелась контролируете весь процесс и дым идет по длинному каналу под мангалом закрываете задвижку в печи под казан тем самым дым уже не будет выходить в мангал в дымоход мангала пойдет по длинному тоннелю дымоходу и выйдет в камеру копчения пройдет через все продукты и выйдет уже по своему каналу в дымоход мангала таким образом у вас будет двух режимах и горячего и холодного копчения так что вам придется учиться как эти все процессы изучать контролировать и я предлагаю вам посмотреть короткий ролик который прислал мне мой подписчик он приобрел у меня проект мангала с печью под казан и коптильной камерой зовут его руслан марченко я очень рад за него что у него получилось собрать это барбекю он очень доволен и предлагаю посмотреть видео отзыв от моего подписчика ну и друзья если у вас возникнет желание приобрести данный проект то пожалуйста пишите на мою электронную почту и проект состоит из трех файлов это порядовка которая готова к печати в ней изложена вся технология посчитано количество материалов которые требуются для сборки данного барбекю и также 3d модель будет полностью у вас в наличии подарок я даю программу скетчап и два видео урока как работать со скетчапом а также бонусом вы получите видео инструкцию как скачать и установить проект на своем компьютере все я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале в моих новых видеороликах и желаю вам приятного просмотра все всем пока привет всем подписчикам канала пламя вот собрал барбекю комплекс по проекту олега михайловича состоящие из коптильни снова барбекю печь под казан печи готовил плов один раз все очень понравилось уже немножко закоптилось разжигал раз десять немножко уже закоптилось двойной зуб работает отлично дым сюда не идет как видно парке она не закоптилась очень понравилась тяга правда реактивная ну и сама коптильня коптильню еще не пробовал делаю дверь и потом буду опробовать комплекс очень понравился просто замечательный друзьям тоже понравился доделал тут моечку сам оставалось место немножко уместилась моечка задвижка из печи под казан задвижка из коптильной камеры осталось приделать ручку ну и задвижку сделал главный дымаху а это пустые снаряды обмывали комплекс вот такая красота получилась ну как и видно видно видео при розжиге дымок весь уходит в дымоход очень понравился двойной зуб михалычу огромное спасибо за проект за его зуб за подсказки сейчас будем пробовать очередную партию шашлыка всем добра и здоровья у вас извините в да а там и Субтитры сделал DimaTorzok